Современные мобильные и боеготовые. Это все про казахстанские вооруженные силы. Сейчас, спустя 30 лет после обретения нашей страны независимости, стала другой и отечественная армия. Она развивалась и набирала мощь. Мы расскажем, как проходил процесс становления в разных родах войск вооруженных сил страны. Начнем с того, как за годы независимости изменились силы воздушной обороны республики. После распада СССР на территории Казахстана осталось большое количество воинских частей, баз, военно-исследовательских объектов и полигонов. Все это наследие Казахстан принимал и адаптировал под собственные нужды. Так военно-воздушные силы появились на базе смешанного авиационного корпуса воздушной армии, а войска противовоздушной обороны на базе соединений и частей корпуса ПВО. Это сегодня силы военно-воздушной обороны, мощный род войск, включающий в себя три направления. Военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны и радиотехнические войска. А тогда было не до роскоши. Обретенная независимость нуждалась в надежной защите. И пристальное внимание к нуждам отечественных военных для Казахстана уже традиция. Хочется сказать, что на расширенном заседании коллегии Министерства обороны наш верховный главнокомандующий вооружёнными силами, профессор Жумар Тимиревич Такаев, акцентировал внимание на необходимости оснащения казахстанской армии передовыми цифровыми технологиями и средствами современными видами вооружения, исходя из реальных угроз. И угрозы эти совершенствуются с каждым годом. Современное противостояние – это не открытые схватки, а гонка вооружений и технологий. Поэтому так важно не отстать в развитии. Чтобы повысить мобильность войск, в стране постоянно усиливает противовоздушную оборону, развивают элементы радиоэлектронной борьбы, увеличивают парк военно-транспортной авиации. В этом направлении ведётся работа и сейчас. При этом особое внимание уделяется повышению боевого мастерства, профессиональной выучки лётного и инженерно-технического состава. Но даже самая лучшая техника не принесёт успеха не будь квалифицированных специалистов. Их для СВО в Казахстане успешно готовят два военных института. Военный институт, который находится в Ак-Тубе, и Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи. Хочется отметить, что учебно-материальная база данных вузов позволяет готовить высококлассных, высокообразованных военных специалистов в сфере военной авиации и противовоздушной обороны. В нашем улыбке, кроме наших граждан, также проходит обучение представителей Таджикистана и Киргизской республики. В стенах военного института СВО преподавательский состав разработал целый тренажёрный комплекс. Называется виртуальный аэродром. Он значительно упрощает переход от теоретических занятий к практическим. И, конечно же, снижает риски человеческих и материальных потерь. Кроме того, сегодня на вооружении у СВОшников разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты. Беспилотная авиация сейчас интенсивно развивается во всём мире и широко используется в современных вооружённых конфликтах. Беспилотные летательные аппараты значительно повышают, как понимаете, боевую эффективность и снижают нагрузку на пилотируемую авиацию. Их применяют для целеуказания, корректировки огня, артиллерии, наведения ударной авиации по наземным целям и уничтожения особо важных объектов высокоточным оружием. Фронтовые истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, перехватчики МиГи и истребители-бомбардировщики, учебные боевые и транспортные самолёты. Вертолётный парк также представлен различными видами машин от ударных Ми-24 до транспортно-боевых Ми-8 и Ми-17, от транспортных Ми-26 до многоцелевых американских, больше известных как Ирокез. Оснащены и войска противовоздушной обороны. Это и радиолокационные станции, способные обнаруживать и удерживать цель, движущуюся на любых высотах и скоростях. А зенитно-ракетные комплексы С-300 ПМУ и проверенные временем надёжные С-125 и С-200 – это основная огневая составляющая частей ПВО. Будем работать и уделять особое внимание повышению боевого мастерства, профессиональной выручке лётного и инженерно-технического состава, освоению новых способов и приёмов ведения боевых действий в современных условиях. К примеру, это посадка воздушных судов на аэродромный участок автомобильной дороги. Во всех этих направлениях мы будем совершенствоваться и развиваться, так как это мы делали в течение 30 лет, независимости нашей Родины. Ну и, конечно, самый важный ресурс – это люди, личный состав. Боевые лётчики, имеющие в среднем на лёд больше 100 часов – отличный показатель для ВВС любой армии мира. Инженерно-технический состав содержит всё вооружение и технику в рабочем состоянии. Военнослужащие расчётов зенитно-ракетных комплексов, инструкторы и преподавательский состав, операторы радиолокационных станций и беспилотных летательных аппаратов. В общем, все те люди, без которых эта техника, всё вооружение – не более чем, пусть и дорогое, но железо. Впервые в истории Вооружённых сил Республики Казахстан в этом году будем использовать аэродромный участок автомобильных дорог, который построен в 2020 году за короткий срок комитетом автомобильных дорог по согласованию с Министерством обороны. Данный аэродромный участок дорог предназначен для взлёта-посадки всех типов авиационной техники, начиная от армейской авиации, заканчивая военно-транспортной авиацией. Казахстанские СВО накопили за время своего существования огромный опыт. Складывается он и из участия в международных, межвидовых учениях, а также во время совместной работы в Объединённой системе противовоздушной обороны СНГ. Опыт постоянно анализируется, а затем используется в корректировке программ боевой подготовки личного состава. И многое за годы независимости в истории сил воздушной обороны произошло впервые. Мы в рамках учения Алтан-Джебе произвели посадку на аэродромный участок автомобильной дороги. Экипаж транспортного самолёта С-295 отлично справился с этим заданием. Так как садились мы не на обычном аэродроме, были свои сложности. Здесь нет радиотехнических средств, поэтому нет возможности выполнить посадку в автоматическом режиме. Поэтому посадка и взлёт производятся в ручном режиме, используя только визуальный контакт. Надо сказать о главной отличительной особенности боевой подготовки сил воздушной обороны от других видов и родов войск вооружённых сил. Все части подразделения СВО — это части постоянной боевой готовности. То есть 7 дней в неделю, 24 часа в сутки военнослужащие СВО обеспечивают защиту воздушных рубежей Казахстана. На сегодняшний день доля современного вооружения СВО превышает 50%. Это значит, что воздушные рубежи страны защищены абсолютно надёжно. Кроме покупки новой техники, модернизируют устаревшую. Например, по контракту с Белоруссией истребители Су доводят и оснащают до новейших версий. А уже усовершенствованные, готовые исполнять сложные задачи, возвращаются в строй. Есть и ещё одно ноу-хау, которое отличает силы воздушной обороны — автоматизированная система управления. Она заменила ручной труд. Но одно остаётся неизменным — главная задача СВО — охрана и защита вооружённых рубежей страны. Редактор субтитров А.Семкин